Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я покажу, как шить пижаму по выкрике Элины Патыковой пижама Бэтмен. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте ее рассмотрим. Деталь спинки футболки, дана со сгибом. Обязательно перенесите все метки. Деталь переда футболки, дана со сгибом. Метки горловины и проймы обязательно перенесите. Есть метки для выточки. Деталь рукава. Обязательно перенесите все метки. Они вам нужны для того, чтобы правильно подобрать нужную сторону к спинке или к переду, а также для правильной посадки. Деталь обтачки горловины. Эта деталь идет из кашкарсе. Обязательно перенесите все метки на выкройки. Теперь рассмотрим детали шорт. Деталь передних половинок шорт. В верхней части есть данные о резинке, ее ширина и ее длина. Есть метки для отстрочки пояса, есть место входа в карман. Деталь задних половинок шорт. Также есть данные об отстрочке пояса. Есть метки для кармана. Деталь мешковины кармана и деталь бачка кармана. Я шить буду из кулерки с лайкрой. Вы можете шить из футера двухнитка. После декотировки и раскроя у вас должно получиться деталь спинки футболки со сгибом, деталь переда футболки со сгибом. Все метки и выточки перенесите. Две детали рукава, метки перенесите. Деталь обтачки горловины, краем из кашкорсе. Не берите большую плотность, метки все перенесите. Рассмотрим шорты. Две детали задних половинок брюк, метки все перенесите. Две детали передних половинок брюк. Две детали мешковины кармана и две детали бачка кармана. Для работы нам понадобятся нитки в цвет изнанки, иглы для трикотажа, полоска кандибанда шириной 1,5 см, резинка шириной 4 см, длина резинки указана на выкройке. Место входа в карман у передних половинок шорт проклейте тонкой полоской дублерина или кандибанда. Соедините деталь мешковины кармана и деталь передних половинок шорт лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы и срезы места входа в карман, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Этот шов приутюжьте. Далее отверните мешковину кармана на изнаночную сторону передних половинок шорт. Отстрочите сторону места входа в карман на швейной машине на расстоянии ширины лапки. Приутюжьте. Далее соедините мешковину кармана и деталь бачка кармана лицом к лицу. Состыкуйте все срезы, скалите булавками. Сточайте на оверлоке срезы мешковины кармана и детали бачка кармана. Далее соедините детали передних половинок шорт и задних половинок шорт лицом к лицу. Боковые срезы скалите булавками и стачайте на оверлоке. В процессе стачивания, когда подойдете к месту входа в карман, это место немного отодвиньте, чтобы лапка шла ровно. Далее верните его на свое место и продолжите строчку. Боковой шов приутюжьте и заутюжьте на сторону задних половинок брюк. Точно так же подготовьте и противоположную сторону. Далее соедините передние половинки шорт лицом к лицу и центральные срезы скалите булавками. То же самое сделайте и с деталями задних половинок шорт. Центральные срезы скалите булавками и стачайте на оверлоке. Центральные швы передних половинок и задних половинок шорт приутюжьте и заутюжьте. Далее соедините изделие лицом к лицу. Соедините шаговые срезы скалите булавками. Центральные швы разведите в разные стороны, стачайте на оверлоке. Эти швы приутюжьте, шорты отутюжьте. Далее отрежьте резинку длиной указанной на бумажной выкройке, либо измерьте по себе. Соедините резинку в кольцо и зафиксируйте на швейной машине. Разделите резинку на 4 части и поставьте метки. Соедините резинку с верхним срезом шорт с изнаночной стороны. Каждую метку на резинке соедините со швами на шортах. Зафиксируйте булавками. Сточайте резинку и верхний срез шорт на оверлоке, растягивая только резинку. Для этой строчки я советую у оверлока отключить нож. Далее отогните резинку на изнаночную сторону шорт. Состыкуйте боковой шов с боковым швом, центральный шов переда с центральным швом переда и так далее. Зафиксируйте булавками. Когда будете скалывать, обязательно захватите верхние срезы кармана. Они должны быть внутри пояса. Растягивайте пояс на длину резинки. Смотрите, чтобы не было никаких некрасивых складок. Все зафиксируйте булавками. Проложите строчку на швейной машине по оверлочной строчке стачивания резинки и верхнего среза шорт. Растягивайте только резинку. Основное полотно растягивать нельзя. Разделив пояс пополам, проложите отстрочку на швейной машине. Также растягивая только резинку. Вот такой пояс у нас получился. Теперь нам остается обработать только нижние срезы шорт. Эти срезы я буду обрабатывать на распошивальной машине. Вы можете обработать на швейной машине с помощью двойной иглы. Либо вы можете подобрать декоративную строчку, которая есть на вашей швейной машине. Но она обязательно должна быть эластичная. Подогните нижний срез шорт на расстояние припуска. Зафиксируйте удобным для вас способом. Можете сметать, можете булавками сколоть, можете приклеить клеем или тонкой полоской паутинки. Проложите строчку на распошивальной машине, либо на швейной машине с помощью двойной иглы, либо декоративной строчки. Теперь переходим к верху, к футболке. Соедините перед футболкой лицом к лицу. Линии выточки совместите и зафиксируйте их булавками. Проложите строчку на швейной машине строго по линиям выточки, плавно выводя эту строчку на нет. Выточку приутюжьте и заутюжьте кверху. Далее детали спинки и переда соедините лицом к лицу. Плечевые срезы сколите булавками и стачайте их на верлоке. Плечевые швы приутюжьте и заутюжьте на сторону переда. Сейчас обработаем горловину. Деталь обтачки горловины соедините лицом к лицу. Зафиксируйте булавкой боковые срезы и стачайте их на верлоке. Шов стачивания приутюжьте и заутюжьте в разные стороны на месте сгиба. Соедините обтачку изнанка к изнанке и зафиксируйте булавками. Стыкуя все метки, соедините длинные срезы обтачки и сколите их булавками. У горловины детали переда и спинки найдите середину, поставьте метки. Деталь обтачки вставьте в изделие лицом к лицу. Шов стачивания обтачки соедините с боковым швом футболки, зафиксируйте булавками. Далее стыкуя все метки, перенесенные с бумажной выкройки на деталь обтачки и деталь горловины изделия, сколите булавками срезы обтачки горловины и срез горловины. Вы можете уже на этом этапе стачать срез горловины и среза обтачки, растягивая только обтачку. Далее можете закрыть шов горловины спинки гиперной лентой. Я же покажу, как закрыть шов горловины спинки отрезом из кулирки. Длина отреза равна длине горловины спинки плюс 1 см и высотой 2-2,5 см. Боковой срез отреза подверните изнанка к изнанке на 5 мм. Приколите отрез лицом к лицу к обтачке горловины. Состыкуйте сгиб отреза и боковой шов. Далее стачайте на оверлоке, растягивая только обтачку горловины. В процессе стачивания накрывайте обтачку горловины отрезом из кулирки, отрез не растягивайте. Совмещайте их срезы. Когда дойдете до противоположного плечевого шва, отрез из кулирки подверните изнанка к изнанке на 5 мм и продолжите строчку. Вот так у вас должно получиться. Проверьте, чтобы не было никаких ненужных складок. Далее подворачивая отрез из кулирки вовнутрь в 2 раза, спрячьте в него шов стачивания. Отрез из кулирки приколите к детали спинки. Обязательно сметайте и хорошо приутюжьте. Хорошо примените слои, чтобы они были максимально плоские. Далее проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от края отреза из кулирки. Уберите сметочную нить, хорошо приутюжьте и проверьте, что все ровно. Теперь будем втачивать рукава в открытую пройму. По меткам, перенесенным с бумажной выкройки, подберите нужный рукав. Соедините выбранный рукав и изделие лицом к лицу. Совместите срез оката рукава и пройму изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками. Далее стачайте эти срезы на оверлоке. Швы проймы приутюжьте. И заутюжьте на изделие. Далее соедините футболку лицом к лицу. Соедините боковые срезы и скалите их булавками. Шов проймы разведите в разные стороны. Не забудьте про направление выточки. Она должна быть направлена к верху. Стачайте эти срезы на оверлоке. Боковые швы приутюжьте. Далее нам остается обработать нижний срез рукава футболки и нижний срез футболки. Эти срезы обработайте точно так же, как вы обработали нижние срезы шорт. Либо на распашивальной машине, либо двойной иглой, либо декоративной строчке на вашей швейной машине. Также нижний срез подверните на изнаночную сторону на расстояние припуска. Зафиксируйте удобным для вас способом. Источайте либо на распашивальной машине, либо на швейной машине. Не забывайте, если вы выбрали декоративную строчку на швейной машине, она должна быть обязательно эластичная. Как начать, продолжить и закончить строчку на распашивальной машине фирмы Джанаме, у меня есть подробно в мастер-классе по пошиву футболки Нью и Топпо Саммер. Теперь вам остается убрать ненужные ниточки, все хорошо отутюжить, украсить пояс шорт бантиком и ваш комплект готов. Ставьте хэштег пижама Бэтмен, отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем удобных пижам!